Я не знаю, как вы чувствовали себя, как вы восприняли это событие, Flying Steps, это группа танцевальная. Для меня это связано с интернетом, с доступом в интернет, с свободой, с инновациями, с творчеством. И надо думать о том, как 25 лет тому назад эта группа начала танцевать на улице, главной улице здесь в Берлине, Курфюрсендам. И отсюда эта вся успешная история началась, кстати, также с помощью интернета. И в этом духе ваше превосходительство, господин Антонио Гутерреш, госпожа федеральный канцлер, доктор Ангела Меркель, министры, ваше превосходительство, уважаемые представители разных групп, дорогие гости. Приветствую вас самым следующим образом на форум управления интернетом 2019 года на официальную церемонию открытия. 30 лет тому назад рухнулась берлинская сцена, и сейчас у нас 2500 зрителей в нашем зале. Но, конечно, многие к нам подключились изо всех стран мира, изо всех спрятиконтинентов. И благодарю вас за то, что вы все свою энергию жизненную, свое время, свой дух внесли в эту встречу, всесторонную встречу по управлению интернетом. Сегодня мы будем говорить о управлении данными, о управлении интернетом, о вызовах. И эти темы, конечно, все подчиняются одной теме, как свободу интернета обеспечить для будущих поколений, как это введение одной сети, одного интернета, одного будущего сохранить для нас всех. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"ТВАОВКА -"ТВАНИРАНО". -"ТВАНИРАНО". Дорогая федеральная канцеля Ангела Меркель, ваше превосходительство, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, это большая честь для меня присутствовать здесь на вашем форуме и именно делить вот эту сцену с госпожой Ангелой Меркель. Это большая привилегия, что имеем тот же самый, так сказать, фон, то есть мы обе ученые, она физиком, химиком является, а я инженером был, а потом мы потеряли, так сказать, мы просто потеряли путь правильный и начали другой путь политики. Вот, как представители публичного сектора, государственного сектора, мы должны, конечно, заботиться о самых важных сферах жизни. И вот не бывает других таких важных тем, как именно управление интернетом сейчас. Это развитие технологий, которые беспрецедентно быстро развиваются. Даже когда именно в 15 веке начали печатать книги, это обе изобретения, интернет и вот печатная технология, они революционировали все человечество. Только в 1995 году именно все, более или менее большинство человечества научило читать и писать, а интернет доступным стал лишь для одной четверти человечества. Технологии, конечно, формируют наше развитие, наше человечество, но на самом деле это как бы нас гонит в одном направлении и становится ли общество более справедливым или меньше, становимся ли мы более безопасными или меньше безопасными. Ответ на эти вопросы от этого будет зависеть или это, скорее всего, будет зависеть от того, сколько хорошо нам удастся обеспечить трансграничное сотрудничество. Это наша совместная ответственность, чтобы именно дать и определить направление этих технологий, развитие этих технологий, чтобы именно предотвращать злопотребление этими технологиями. До сих пор это не удалось сделать, мы просто не успеваем, технической экспертизы нет, даже в самых развитых государствах инновации быстрее развиваются, чем политика. И политика просто не успевает, и новые вызовы появляются каждый день в частном бизнесе, вот по принципу попыток и ошибок просто двигаются вперед, консультации получают, и потом политики только ведут регулирование, когда уже появились первые проблемы. И это привело к тому, что политики до сих пор как бы как посторонние смотрели на все движение. Мы в растущем числе государств сейчас начали заботиться об этих проблемах. То, что на европейском уровне сейчас удалось сделать, это, конечно, ценный опыт, но и в Европе все-таки осталось очень много вопросов открытых. Это все угрожает нашему совместному ведению свободного и безопасного и всем доступного интернета, одного интернета нашего мира. И ясно, что мы, конечно, живем в одном мире, но не совсем ясно, что также мы должны жить с одним интернетом. Это очень эмоциональный момент сейчас. 30 лет тому назад тогда упала берлинская стена, и это очень возмущает, если мы сегодня еще по-прежнему строим физические стены, чтобы разделять людей. И что, кроме того, и виртуальные стены в интернете, например, опять же, чтобы разделять людей друг от друга. И этого возможно избежать только, если разделяем одно ведение, один мир, одно ведение. Таким образом, надеюсь, мы успеем тоже создать один интернет, объединенный интернет. Сегодня доступный, открытый и безопасный интернет стоит под угрозой, что будет разделено с социальной точки зрения, с технической точки зрения. И начинаем с цифровым разрывом. 2,6 миллиарда, 3,6 миллиарда человек не имеют доступа в интернет. И в 47 странах мира, которые, значит, на самом низком уровне развития, более 80% населения вообще не имеют доступа в интернет. И, кроме того, есть большой тоже разрыв между женщинами и мужчинами. Только 2% женщин в Африке и Южной Азии и Южной Америки имеют доступ в интернет, мобильный доступ. И 77 миллионов человек имеют доступ в интернет. Женщины вообще, конечно, недопредставленные в сфере информационных и коммуникационных технологий на высшем уровне. 90% стартапов были созданы мужчинами. Если до 2030 года хотели бы обеспечить доступ всех людей в интернет, тогда речь идет, конечно, о равенстве между мужчинами и женщинами. И о том, чтобы заботиться о молодежи в развивающихся странах. И есть много инициатив, которые следует поддерживать. Есть так называемый гигапроект со стороны УНИЦЕФа и Международной организации связей. И этот разрыв, значит, сотовой или цифровой разрыв, также поддерживается больше в САЗИЛе из-за неравного распределения знаний, нохауа. И мы и занимаемся этими вопросами. Ваше правосадительство, этот сотовой и цифровой разрыв будет и дальше укреплять социальные разрывы. Много содержания в интернете, может быть, разделяет людей больше, чем нас объединяет. Интернет может и как положительная сила играть важную роль, но одновременно надо иметь в виду, что этот инструмент может быть и злоупотреблен. Алгоритмы, которые в социальных медиа, в социальных СМИ действуют, могут подтверждать и наши стереотипы, и есть большая проблема, связанная с этим, насколько эти социальные сети будут влиять и оказывать влияние на нас и на наше мнение. Искусственный интеллект может быть использован для контроля над людьми, надзора и для того, чтобы рекламу распространять, чтобы избирателей, чтобы влиять на избирателей, и политическое влияние осуществлять. Все это возможно. Возможно и вопрос техники для опознавания лиц. И как возможно с этим справиться? Я, высший комиссар по защите права человека, работаю над тем, чтобы именно заботиться о вопросе защиты права человека и в кибервременах. И надо развивать понимание о том, как прогресс в этой сфере можно объединить с вопросами равноправия. И если смотреть на то, как развивалось распределение имущества во всем мире, есть большой разрыв между самыми богатыми и самыми бедными людьми во всем мире. И это тоже касается вопроса безопасности. Мы знаем, что социальное неравенство приводит к социальным конфликтам, к общим конфликтам вообще. И поэтому этот социальный пропасть, социальный разрыв, конечно, является важным вопросом. Социальный пенел нам порекомендовал, чтобы защищать социальные интересы. И это важно подчеркнуть. Дамы и господа, хочу обратить внимание к третьему сектору, политическому разрыву. Есть настоящая опасность, что будет большой пропасть, большой разрыв между торговыми, политическими и социальными системами. Мы все знаем технологию 5G. И что с этим связано, мы знаем, что есть те, которые хотят новые киберсины строить. И кроме того, что будут и трансграничные кибератаки, связанные с этим, уже сейчас, а не в далеком каком-то будущем, есть конфликты между государствами. И мы нуждаемся в доверии, в сотрудничестве в этой сфере. Растущая интенсивность и экстензивность кибератаков нас очень заботит. И есть угроза, чтобы киберпространство злоупотребляет, киберпространство в плохих целях. И надо вместе работать, чтобы преодолевать все эти дефициты, прорывы. И если мы не будем это делать, тогда мы останемся в памяти, как поколение, которое не исчерпало потенциал интернета. Интернет – это сила большая. А США, как законную организацию, которую они создали, имеет хорошее положение, чтобы… Извините, США, объединенные нации, конечно, это мы, которые призваны обратить внимание к управлению интернетом. Именно наш форум. Давайте сотрудничать вместе с представителями бизнеса, гражданского общества, полиции и правительства, чтобы совместно обмениваться технологиями и техническими вопросами. И для того, чтобы договориться об основных принципах, чтобы тогда у себя дома ввести соответствующее законодательство. Во-вторых, это рекомендация высшей рабочей группы по цифровому сотрудничеству. Это обязательство по созданию доверия и безопасности в киберпространстве. Это политическая обязанность, которая крайне важна, необходима для политиков во всем мире. И надо это все основывать на общепризнанных принципах киберпространства. Например, процесс Christ Church и Генеральная ассамблея ООН должны этим заниматься. В следующем сентябре будем праздновать 75-летие Объединенных Наций. Скоро я назначу технологического посланника, который будет сотрудничать с вами на национальном законодательстве, в котором человек будет стоять в центре внимания и преодоление социального прорыва, социальных разниц будет стоять в центре внимания. Дамы и господа, это все элементы для нашего совместного цифрового будущего. Мы должны гордиться этим будущим, которым мы совместно будем создавать, одной сети, одного видения. И я вас прошу всех участвовать с вашими усилиями в этом деле. Спасибо вам. Большое спасибо, Ваше Превосходительство. Хотела бы теперь предоставить слово госпоже доктор Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии. Дамы и господа, я буду выступать на немецком языке, поэтому прошу тех, которые не владеют языком, надеть наушники. Уважаемый генеральный секретарь господин Гутеррес, дорогой Антонио, уважаемые дамы и господа министры, Ваше Превосходительство, уважаемые представители из всего мира, дамы и господа, добро пожаловать в Берлин. Мы, правительство Федеральной Республики Германии, очень рады приветствовать здесь, что вы приехали сюда, привезли с собой ваши идеи для будущего интернета. Большое вам спасибо. Как только что сказал генеральный секретарь ООН, он был электроинженером, а я когда-то была физиком. Потом мы сошли с этого пути, с этого верного пути, и теперь занимаемся совершенно другими делами. Но это говорит о технологическом прогрессе нашего мира, что в нашем мире мы теперь говорим о технологическом прогрессе. Антонио намного больше понимает, конечно, чем я. Но что мы теперь друг с другом хорошо друг друга понимаем. Вы знаете, что этот форум по управлению интернетом проходит в 14-й раз, а в Германии впервые. Будучи хозяевами этого форума, но и после этой недели, конечно, мы хотели бы сделать вклад в глобальный обмен о ценностях, о правилах в интернете. Все более важным становится говорить о том, как мы хотим формировать интернет. Все более важным становится говорить об этом вместе. Что значит вместе? Вместе значит, что политика, гражданское общество, экономика и наука действуют сообща, и это значит, что мы говорим со всеми странами. На этом основаны ООН, и на этом, конечно, также должны формироваться и основываться новые формы, новые правила. Поэтому этот форум столь ценный. Здесь собираются игроки из всего мира с тем, чтобы обменяться опытом, обменяться идеями. И здесь сливаются в каком-то смысле аналоговый мир и цифровой мир. Один мир, одна сеть, одно видение. Этот лейтмотив метко формирует то, о чем мы сегодня говорим. Мы хотим развить совместное понятие того, как выглядит, как должно выглядеть будущее интернета, какие ценности, принципы, правила хотели бы мы перенести из налогового мира в цифровой. И благодаря каким процедурам может нам это удастся. Та ценность, которая обосновала триумфальное шествие интернета, это свобода. Свобода никогда не сама самой разумеющаяся ценность. За свободу всегда надо бороться, ее надо защищать. И здесь надо что-то разъяснить и понять, где и как надо защищать свободу, что же именно означает свобода и где находятся ее границы, то есть что дозволено, а что нет. И именно тогда, когда основные права других, например, права детей, надо защищать или когда ущемляются основные права других. Особенно в этом месяце мы, немцы, вы это видели в коротком видео, много размышляли и говорили о том, что же значит свобода для нашей страны. 30 лет тому назад, в ноябре 1989 года, рухнула Берлинская стена. Сильная жажда свободы народов ГДР у наших соседей в Польше, в Чехословакии, в Венгрии, в прибалтийских государствах нельзя было больше ограничивать репрессиями. И здесь, в Берлине, особенно наглядно, особенно хорошо понятно, что же означало это деление Германии и Европы. Только в нескольких шагах, в нескольких метрах вы увидите бывшую границу между Западным и Восточным Берлином. И даже здесь, у входа в этот отель, вы увидите части стены. Каждая из этих частей весит множество тонн. И невдалеке отсюда я училась и писала свои научные работы. Эту улицу, на которой мы сегодня с вами находимся, я не видела, но я работала невдалеке. Стена и железный занавес окончательно исчезли 30 лет назад. И стремление людей к свободе, к самоопределению окончательно победили. Свобода путешествовать, свобода прессы и мнения, свобода выбирать собственную профессию и свободно развиваться как личность, все это, наконец, получило значение. Свобода и надежда на совместный прогресс. Это было видение изобретателей интернетов и некоторые из них сегодня среди нас, что меня очень радует. Интернет изначально был развит технически так, чтобы он мог переходить границы стран, чтобы им могли пользоваться во всех уголках мира и чтобы он мог связывать людей изо всех регионов мира. Сегодня мы считаем 4 миллиарда пользователей интернета. И Антонио Гатеррес только что говорил о печати книги и как быстро развивалась эта печать. И мы знаем, что через почти 10 лет, 11 лет к 2030 году количество пользователей интернета вырастет до 7 миллиардов. Мы все извлекаем пользу из этих связей, мы все пользуемся взаимосвязанностью. Несмотря на какие-то мнимые границы, люди из разных стран, разных культур могут друг с другом связываться. Интернет охватил нашу повседневную жизнь. Во всех аспектах почти никто уже не может себе представить, как общаться, работать, даже делать закупки в налоговом формате. Мы пользуемся интернетом как вещью само собой разумеющейся. И эта всемирная паутина для нас нечто само собой разумеющееся. Расстояния почти больше не играют роль, и потоки данных и информации связывают города, страны и континенты. С технической точки зрения эти пространства преодолеваются благодаря подводным проводам. Но это все-таки играет очень большую роль. Здесь расстояние играет очень большую роль, потому что большинство данных переводится из Северной в Южную Америку через бразильский город Форт-Алеса. Поток данных между Европой и Азией проходит по подводным проводам в Суэцком канале. Существуют так называемые интернет-узлы, к которым подключаются провайдеры, и таким образом нам обеспечивают доступ к интернету. Три таких самых больших узла находятся в Европе, во Франкфурте, Амстердаме и Лондоне, и будут там находиться, даже если Великобритания окончательно решит покинуть ЕС. Эта совместная инфраструктура интернета является сердцевиной нашей глобальной экономики. Она крайне важна для устойчивого развития и инноваций во всем мире. Миллиарды людей могут обмениваться своими мнениями в интернете, они могут обмениваться информацией и опытом. Здесь происходит демократический обмен, и образуется политическое мнение. Но некоторые решают совершенно не общаться с другими, и им это мешает. Они хотят отделиться от других. Но, конечно, у нас есть еще и другие причины, есть еще и другие причины, почему некоторые воспринимают этот интернет открытости как угрозу, как помеху. Недемократические государства и их правители пытаются повлиять на интернет, они пытаются продвинуть собственные национальные интересы и отделиться от всемирной паутины. Существуют даже частные предприятия, которые инвестируют в собственную отдельную инфраструктуру. И таким образом образуется риск, что большие предприятия создадут параллельные миры с собственными правилами, с собственными сандартами, которые они захотят предписывать и международным организациям, и международному сообществу. Это, конечно, очень сложная тема, потому что мы должны разъяснить, чего же мы хотим. С одной стороны, мы хотим сохранить цифровой суверенитет, а с другой стороны, мы хотим действовать многосторонне. Цифровой суверенитет, конечно, крайне важен, но вполне возможно, что мы говорим об одном и том же, а имеем в виду совершенно другую вещь. Как я это понимаю, цифровой суверенитет не означает протекционизм, не означает предписание того, какую информацию можно распространять, не означает цензуры. Такой суверенитет означает возможность, как личности, как общество, определять и формировать цифровую трансформацию. В цифровом мире значит, что техническая трансформация служит человечеству, а не наоборот. Благодаря социальной и рыночной экономике мы в Германии достигли большого успеха. Предприятия не могут просто так развиваться, им нужны цели, так было уже и в эру промышленности. И сейчас это так же. Мы должны сами определять, в какой путь мы идем, чего мы хотим достигнуть. И это так же правильно и сейчас, когда мы хотим бороться за всемирный интернет. Мы убеждены, что закрытость и отделенность не выражают суверенитета. Нам нужны общие ценности, на основе которых мы будем действовать. Что же последовало бы, если бы мы отделились? С одной стороны, интернет раздробился бы, и последствия могут быть многочисленные. Но никогда последствия не были бы хорошими. Глобальная инфраструктура стала бы нестабильной. Ее бы атакировали, ее бы надзирали. И я думаю, может быть, даже бы отключили интернет в один прекрасный день с тем, чтобы предотвратить общение между людьми. То есть атака и угроза взаимосвязанности через интернет стала действительно опасным инструментом политики. И многие из вас знают это из собственного опыта. Это может быть угрозой информации и угрозой для коммуникации. Это значит, это подрывает самую главную, основную идею интернета, а именно общение, что было видением отцов интернета. Поэтому наша задача состоит в том, сохранить интернет как общее достояние. И это только возможно, если мы подумаем все над этими структурами, которые всех нас связывают. Но как же можно противостоять тем государствам, которые хотят отдельно как-то формировать интернет и отделиться? Я думаю, мы должны все понять, что так же, как сила сетей, в той же мере, как сила сетей зависит от количества участников, количества пользователей, в такой же мере нам нужно такое же количество с тем, чтобы сохранить децентральный интернет. Другими словами, нам надо понять, что мы должны действовать многосторонне. Надо бы говорить и понять о том, что же составляет ценность свободного интернета. И для этого, я согласна с генеральным секретарем ООН, нам нужен посланник, который занимается именно этой задачей. Во время президентства Германии Большой двадцатки в 2017 году мы создали отдельное ответвление по вопросам цифровизации. Мы знаем, конечно, что Большая двадцатка не представляет весь мир, но мы бы уже многого достигли бы, если бы только в этом кругу мы могли бы достичь согласия. Поэтому я очень рада, что странные члены Большой двадцатки сделали очень важное обещание. Они хотят придерживаться международных стандартов и хотят выступать за всемирное подключение к интернету. Здесь мы подключили и гражданское сообщество, и экономику. Ни одно государство не может это обеспечить в одиночку, поэтому очень важно всегда подключать и гражданское сообщество, и экономику. И Антонио Гутеррес сам только что это упомянул. Особенно женщины, которых часто хотят исключить, они остаются не включенными в эти процессы. Очень важно, чтобы они участвовали. Интернет не может формироваться только государствами, только правительствами, потому что основные вопросы, которые касаются интернета, конечно, касаются каждого из нас. Поэтому нам нужен всеобщий диалог, нам нужен многосторонний подход, как это сформулировал форум по управлению интернетом. Поэтому я очень благодарна вам за то, что вы сегодня здесь собрались, чтобы именно это продемонстрировать. Только благодаря такому подходу мы сможем достичь прогресса. Нам нужен такой обширный подход. И если мы хотим глобально использовать интернет, мы должны глобально думать. Интернет касается каждого, даже тех, которые пока еще не имеют к нему доступа. Поэтому мы должны поддерживать и развивать доступ к интернету и равноправное участие в цифровизации всех. Об этом важном вопросе вы будете говорить на протяжении следующих дней. Поэтому я очень рада, что мы недавно услышали от Африки, что они хотят создать цифровой рынок в Африке, что они хотят не только создать свободную торговлю в Африканском Союзе, а именно хотят заниматься этим цифровым развитием и общим доступом к интернету. Дорогой Антонио Гутеррес, вы сотрудничаете с международными экспертами и разработали доклад в цифровом сотрудничестве. Благодаря вашим предложениям мы теперь на новом пути, и эта важная дебата теперь развивается. Говоря об управлении интернетом, мы должны понять, особенно какие у нас ценности, мы должны понять, как мы будем защищать права человека, демократию, верховенство права в эру цифровизации, как мы обеспечим равноправное участие и безопасность в сети. Мы, конечно, привыкли, что то, о чем мы договариваемся в международных соглашениях, перерабатывать в национальное право. Но нам нужно намного больше, нам нужно участие наших граждан, и это нельзя обеспечить просто путем законов. И этот вызов, конечно, очень велик, потому что цифровизация ставит нас перед очень важными вопросами. Далеко не все, что можно сделать онлайн, что технически возможно, желаемо на самом деле с точки зрения этики. Нам это знакомо даже из эры перед цифровизацией, особенно когда мы говорим об искусственном интеллекте, нам придется заниматься этим вопросом. Надо говорить не только о том, чего бы мы хотели, надо также говорить о том, чего бы мы не хотели. И этот вопрос, чего же бы мы не хотели, чего бы мы хотели бы предотвратить, что стало вдруг возможным благодаря техническим развитиям, об этом еще недостаточно говориться. Опять я подчеркиваю, технологии должны служить человечеству, а не наоборот. Это только возможно, если мы будем действовать сообща. Правительство, международные организации, заседания на международном уровне, а также и гражданское сообщество должны в равной мере быть учтены. И, насколько мне известно, у нас пока нет согласия в Евросоюзе. Например, когда мы говорим о правах автора, мы заметили, что наше мнение очень расходится. Поэтому мы должны организовывать новые возможности участия, возможности, при которых каждый голос может быть услышан и при которых каждый голос равноправен. Поэтому нам нужно настоящее сотрудничество. Конечно же, интернет, где существует только одно мнение, это не решение. В этом смысле форум по управлению интернетом здесь, в Берлине, вступает и ставит нас на новый путь. И я считаю, что это очень важный сигнал, что по инициативе нашего министра экономики и энергетики господина Альтмайера сюда приехали депутаты и представители из всех краев мира. Я считаю, что с демократической точки зрения это действительно выигрыш. Для нас, для германского правительства, трансформация цифровая всегда европейская. Мы думаем ее по-европейски, потому что Европа делает важные предложения благодаря своим представлениям, своим ценностям и делает важный вклад в общее видение будущего интернета. Мы, государство и группа интересов, должны сотрудничать. Германия под эгидой Организации Объединенных Наций готова формировать новую глобальную политику интернета. Мы убеждены, что Организация Объединенных Наций и форум по управлению интернета играют важную роль, ключевую роль, когда речь идет о консенсии, о создании свободного, открытого и децентрального интернета. Дамы и господа, я желаю вам всяческих успехов при этом форуме. Я желаю вам вдохновения от этого места, где мы собрались, где 30 лет тому назад началось новое время исчисления. Мы в бывшем ГДР не думали, не могли себе представить, что во время нашей жизни эта стена еще рухнет, но это произошло. Благодаря храбрости многих людей, благодаря стечению, благоприятному стечению обстоятельств, благодаря разным путям, которые нам не казались возможными тогда. Поэтому я хочу, чтобы вы свободно разговаривали, общались. Я желаю вам неделю интересных встреч с реальными людьми, с которыми вы, может быть, до сих пор могли встретиться только виртуально, в интернете. Может быть, вы пойдете в один из примечательных баров в Берлине. Наслаждайтесь Берлином. Благодарю вас. Всего доброго. Для нас была большой радостью, будет большой радостью, чтобы вы присутствовали еще здесь, на трибуне. Может быть, еще сфотографируем все, сделаем фотографию вместе с вами, уважаемый генеральный секретарь, на этом прекрасном синем фоне, этому морю или небу, а он, в зависимости от того, что это обозначает для вас. Спасибо, что вы пришли на трибуну. Еще сейчас требуются фотографы. Большое спасибо, сердечное спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня не может присутствовать здесь или быть с нами. Хотел бы приветствовать генерального секретаря Уоджим Мин на трибуну, чтобы разделить свое мнение и свое с нами. Ваши превосходительства, уважаемые дамы и господа, коллеги, перед следующим мероприятием я хотел бы попросить вас остаться на несколько минут. Мы хотели бы посвятить это время доктору Тарик Камель, фотографию, которую вы видите здесь на экране. Тарик Камель, мы все чтим память доктора Камеля, который является пионером интернета, который был известен своими взносами, а по вопросам управления интернета он был синего консультантом для президента и был старшим вице-президентом ICRNN в ИКАН. Кроме того, он был министром по вопросам коммуникации ИТ-Египта от июня 2004 года до по 2011 год. Десять лет тому разу в 2009 году, а именно тоже в ноябре. Он был центральным лицом по организации четвертого форума ИГФ в Египте. Кроме того, он принимал участие в семейном саммите по информации по вопросам информации и он привержен нашему форуму по управлению интернетом. У него были прекрасные отношения с различными организациями, в том числе и ООН. Уважаемые коллеги, я прошу господина Гюран Марби от ИКАН подняться на трибуну. спасибо. У меня большая честь быть здесь, с тем, чтобы напомнить о хорошем коллеге и друге. он был известным во всем мире пионером интернета. Он также был лицом, который поддерживал наш форум ИГФ в 2009 году. Чай Шарик, он был организатором нашего форума. любил различные связи и так далее. Он хотел создать для нас лучшее будущее и сделал много для того, чтобы учить шансы для людей своей страны. Он выступал за то, чтобы интернет был свободным, безопасным, доступным для всех. Он выступал за подход многосторонного участия из интересованных сторон. Также он был инициатором различных инициатив по развитию технических возможностей в Египте и во всей Африке и также на глобальном масштабе в рамках ИКОН. Он также внес свой вклад в ИКОН и во все сообщество интернета. Для меня он был очень важным другом. Нам он очень не хватает и мы его никогда не забудем. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, нам не хватает еще одного человека, который умер вчера. Это Джейми Шольц. он поддерживал инициативу господина министра Альтмайра, которого только что назвала госпожа федеральный канцлер. Речь шла о систематическом изменении IGF в нашем форуме поправления интернета путем участия парламентария в этом процессе. И хотел бы попросить сейчас господина Ганси Игнаш Шольца с тем, чтобы он поделился своими воспоминаниями об этом человеке. Уважаемые дамы и господа, само проведение и организация форума поправления интернетом здесь в Берлине является признаком или символом тому, какое значение Германия придает данному мероприятию. И один человек, который особенно сильно выступал за то, чтобы форум в текущем году был бы переден в Берлине, им был Джеми Шольц. Он выступал за ИТФ и был знаком не только германским политикам, но также многим политикам во всем мире. Он был первопроходцем по многим вопросам. Джеми Шольц был постоянным гостем ИТФ нашего форума. Я знаю, что одна из его последних больших целей была в том, чтобы принять участие в этом форуме по управлению интернетом в текущем году. К сожалению, ему это не удалось. Вчера утром после продолжительной тяжкой болезни он умер. потеряли Джимми Шольц первопроходца цифровой политики. Он очень рано выступал за то, чтобы тематики или темы форума по управлению интернетом были и темы для обсуждения в германском парламенте. Его работа несла большой вклад в то, что у нас сейчас есть комитет по цифровизации в парламенте и с 2017 года он руководил этим комитетом. Это была его заветная мечта. Мы потеряли в нем хорошего, доброго коллегу, хорошего друга, который понимал, что несмотря на ограничения политических лагерей, так сказать, нам можно вызывать интерес в работе. Мы потеряли борца за свободную глобально связанную сеть интернета, именно ту сеть, которая сегодня подвергается таким нападениям и давлениям. Он выступал за цифровое образование, цифровое знание мы теряем не только прекрасного человека, но и борца за цифровую политику, которая должна была бы служить человеку Джейми Шольц, будет очень нам не хватать и наши мыслях мы поддержим его супругу и его трех детей. Большое спасибо. А теперь я хотела бы попросить вас минуту молчания. Спасибо. Продолжение следует...